Региональное отделение Всероссийского общества слепых отчиталось о деятельности своей организации, о трудностях людей с нарушением зрения и о проводимых в этом году мероприятиях. В своем докладе председатель общества слепых Борис Бажуков осветил несколько вопросов, которые волнуют инвалидов. Так, например, в связи с законом Минздрава от 2016 года инвалиды по зрению утратили право на получение оздоровительных путевок. Обратил внимание и на то, что их помещение не соответствует правилам техники безопасности. Наши инвалиды также ощутили на себе последствия неправильной, по оценке главы региона, оптимизации бюджета. Единовременное пособие на день инвалида с 10 тысяч сократилось до 5 тысяч. И еще просьба решить проезд по требованию в больницу для лечения. Не остался в стороне и вопрос о социальной реабилитации инвалидов по зрению. По словам Бориса Бажукова, в бассейне спорткомплекса «Норд» не хватает рельефных дорожек для беспрепятственного доступа и безопасности перемещения людей с ограниченными возможностями по зрению. Среди нас есть желающие покататься на коньках в крытом ледовом дворце на лесозаводе. Проблем с этим не возникает. К услугам катающихся есть помощники фигуристов, как для детей, так и для взрослых. А вот открытый каток в центре города, который географически для многих из нас гораздо удобнее и привлекательнее, в смысле свежего воздуха, не может похвастать столь удобными для инвалидов по зрению приспособления. На сегодняшний день в округе зарегистрирован 121 человек инвалид по зрению. Большинство из них приняли участие в мероприятиях, проводимых в этом году Обществом слепых Ненецкого автономного округа. Любовь Пермякова, Александр Бабрякович, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова